Привет! У вас когда-нибудь бывало такое, что вот вы наконец-таки встречаетесь со знакомым знакомым знакомых, о котором вы очень много всего слышали, и вам просто необходимо произвести самое неприятнейшее впечатление. И вы включаете всю свою выражительность на полную, но все идет из рук вам плохо. Такое ощущение, что это просто не ваш день. У вас такого не было, да? Вот у меня было. Наслаждайтесь. Так приятно наконец-таки познакомиться с тобой вживую. Я о тебе так много всего слышала. Молодец. Продолжай улыбаться. Чуть более доброжелательно. Так, подожди, ты что, уже выпила? Ладно, просто попытайся быть менее странной, чем обычно. Да, знаешь, я как только тебя увидела, мне захотелось взять тебе, положить кармашек, отнести домой, зайти в кладовку, достать тебе с кармашка и играться, играться, играться. Мне кажется, мы будем с тобой лучшими друзьями. Хочу дружить, дружить, дружить. Да что ты творишь? Ладно, чтобы не усугублять ситуацию, постарайся просто посмотреть в глаза и улыбнуться. Пусть он думает, что у нас просто такое странное чувство юмора. Очень хочу дружить. О боже мой, смените тем кто-нибудь. Конечно, я смотрела Дэк Пула, он такой крутой. Ну, наконец-то. А тебе не понравилось? Да, но на самом деле мне тоже вообще не понравился. О нет, только не делай этого, ты должна иметь свою точку зрения, не начинай поддакивать, нет. Другое дело не мое кино. Ты уже имел удовольствие познакомиться с чудеснейшим кинофильмом «Артист»? О, настоятельно рекомендую. Гениальная без привлечения стилизация под фильмы начала 20 века с их невинностью и простотой. Кинофильм о том, как мужчины и женщины любят друг друга, актеры любят кино, а звук любят тишину. О боже мой, только не это. Теперь ты начала еще и умничать. Все, прости-прощай, подающая надежда знакомством. Ах, ладно, пусть что будет. Просто попытайся быть собой. Ты хочешь насладиться этим шедевром и кинематографом вместе со мной сегодня вечером? О нет, я протестую. Не будь собой, это чертовски опасно. Кто-нибудь, заберите меня из этой головы, я не хочу нести ответственность за последующие действия. Еще увидимся.